Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. Мы поговорим сейчас о 12 главе книги пророка Изекииля. В 12 главе несколько знамений, которые по велению Господа дает Изекииль окружающим его людям, тем, кто рядом с ним живет, тем, кто слушает его слова. Это вообще такой распространенный, по-видимому, нормальный для пророков Израиля способ действия, когда Бог говорит пророкам, пророку Иеремии, Изекиилю, другим пророкам, вот, сын человеческий, пойди и сделай вот так. И он должен сделать что-то такое, прямо бросающееся в глаза, что запомнится и будет таким знаком перед глазами современников. Вот, Изекиилю Господь говорит, сын человеческий, ты живешь среди дома мятежного, они, у них есть уши, чтобы слышать, они не слышат, потому что они мятежный дом. Ну, во-первых, обратим внимание на саму логику. Господь говорит о том, что, ну, они могли бы услышать, они могли бы услышать Бога, что Господь говорит, в чем его воля, что Бог думает о несчастьях и бедствиях, постигших Иерусалим и Израиль, но они не могут. Могут, но не могут. Есть уши, но они не слышат, потому что они мятежный дом. Но, оказывается, от того, собираешься ли ты соблюдать Слово Бога, или оно тебе нужно из любопытства, или для каких-нибудь еще целей корыстных, от этого зависит, услышишь ты или нет. Оказывается, Слово Божье таково, ну, может быть, правильнее сказать в данном случае, месседж, да, откровение от Бога, весть, которую Бог дает людям, оно таково, что для того, чтобы услышать, чтобы оно достигло твоего ума и сердца, надо быть готовым эту волю Божью, этот месседж Господень исполнить. Но если они мятежный дом, и они и не собираются менять свою жизнь, уши оказываются чисто декоративными и не способными услышать Бога, это, на самом деле, очень серьезная такая вещь, имеющая отношение, без сомнения, ко всякому человеку, отнюдь не только к израильтянам того времени. И вот Иезекиилю Господь повелевает произвести некоторую такую зримую притчу, которую потом пророк описывает словами, говорит, ты приготовься для переезда, вещи твои вынеси, как вещи нужные при переселении. Ну, все представляют себе картину переезда, подъезд, мебель, стоит связки книг, диваны, грузовик такой большой, грузчики, вот все приготовлено, приготовь, а кроме этого проломай себе еще отверстие в стене и вынеси оттуда в потьмах, возьми ношу на плечо и в потьмах вынеси, лицо закрой, на землю не гляди, такое вот изгнание постыдное, в стыде. Потому что, ну, когда там переселяются обычным порядком, да, это скорее даже может быть и радостное событие, новый дом, вот, все прекрасно, новоселье, и вот ты все приготовь, а вместо этого сам выйди ночью через пролом в стене и вынеси только то, что вот можешь в сумке на плече поднять. И пророк делает так, как велел ему Господь, и все это видят люди, к которым, собственно, этот месседж, эта весть и направлена. И Езекииль говорит по велению Божьему, это предвещание для начальствующего в Иерусалиме, в переселение, в плен пойдут они. Не просто в переселение на какую-то новую жизнь, очень радостную такую, с надеждами. Нет, в плен пойдут они. Вот этот вот выход через пролом в стене с малой ношей, которую только можно взять на плечо, это знак того, что ожидает Иерусалим и начальствующего в Иерусалиме, и узнают, что я Господь, когда рассею их по народам и развею их по землям, и только небольшое количество я сохраню от меча. Таким образом, по-видимому, смысл всех этих действий, которые должен совершить, должен произвести, Иезекииль на глазах у своих соплеменников в том, чтобы еще раз увидели люди, что именно по воле Божьей происходит вот это вот пленение и узнают, что я Господь. По-видимому, это была важная для израильтян того времени вещь. Скорее всего, они думали, что стали участниками разных превратностей истории. Что-нибудь типа «Блажен, кто посетил сей мир» в его минуты роковые. Да. На самом деле, жить в исторических событиях невыносимо. Да. Господь говорит о том, что нет, это не превратности истории. Нет. Это результат того, что из себя представляют израильтяне. Результат, плод. Мы видели, как у других пророков эта мысль снова и снова возвещается. Так и здесь у Иезекииля. Это чрезвычайно важно. И узнают, что я Господь. Я Господь. И мои правила, мои заповеди, мои уставы важны. И несоблюдение их ведет к гибели, к рассеянию, к плену, потому что я Господь. Говорит Господь. И дальше снова Господь обращается к Иезекиилю и говорит, «Сын человеческий, хлеб твой ешь с трепетом, воду твою пей с дрожанием, потому что жители Иерусалима будут пить воду в унынии и есть хлеб с печалью, потому что земля будет лишена изобилия за неправды всех живущих на ней». Таким образом, пророк должен был дать снова зримый образ скорби, траура и соответствующей воды, питья и пищи для того, чтобы мы снова и снова увидели вот этот факт. Факт. Земля будет лишена всего изобилия своего за неправды всех живущих на ней. Если попытаться перевести картину на современные образы, то вот что приходит в голову первое. Смотрите. Ну, говорят, у нас поднимается ежегодно средняя температура. Говорят. Одни говорят, что это природное событие, глобальное потепление, и такое случалось не раз. Действительно, случалось не раз. За последние миллионы лет раз десять, по меньшей мере. Другие говорят, это там мы своими промышленностями или еще чем-нибудь тоже устраиваем это глобальное потепление. А третьи говорят, что нравственный облик человечества таков, что это неизбежно. И вот вопрос в том, принимаешь ты на себя ответственность за это? Нравственную ответственность. Ни политическую, ни экономическую, ни технологическую. В конце концов, там, концентрация парниковых газов вещь такая весьма маколеблющаяся. Нравственную ответственность ты принимаешь на себя или нет? Готов ли ты подумать о том, что человеческая жизнь вообще в масштабах планеты устроена не по правде? И можно ли с этим что-то сделать? Или нет? Вот с этим самым хлебом и водой, которую пророк велено есть в унынии, про это собственный разговор. Земля будет лишена изобилия своего за неправды всех живущих на ней. Слово Божие утверждает, что есть связь между нравственным обликом людей и состоянием вообще материального мира, состоянием в том числе и живой природы. Какова эта связь? Как она реализуется? В общем, не подлежит, скорее всего, обсуждению. Просто не подлежит обсуждению. Но то, что она существует, это такая мысль, не дающая покоя. Наконец, в заключительной части 12 главы Господь еще одно слово обращает к Сыну Человеческому и говорит, что это за поговорка у вас в земле Израилевой. Много времени пройдет, всякое пророческое видение исчезнет. Речь, по-видимому, идет о том, что жители Иерусалима в качестве поговорки идиоматического выражения говорили о том, что ну, пророчество, да, конечно, там проповедь, все, родственный облик, земля проклята за тебя, там, все прочее, но когда там это еще реализуется? Бог медлит. Это все не скоро. Улита едет, когда-то будет. Примерно похожее выражение в русском языке. Господь говорит, хватит уже. Вот прямо сейчас и будет. Все те пророчества, которые уже были проречены другими пророками и Изекиилем тоже. Вот это вот все ощущение, понимание, попытка выразить, что земля лишена будет всего изобилия за неправдой всех живущих на ней. Вот это будет исполняться прямо сейчас. Прямо сейчас. Не когда-нибудь потом, а прямо сейчас. Поэтому скажи им, так говорит Господь Бог, ни одно из слов моих уже не будет отсрочено. Но слово, которое я скажу, сбудется, говорит Господь Бог. Вероятно, здесь еще, знаете, подразумевается вот какая вещь, что в большинстве случаев слово Божие, которое он говорит через пророков, в том числе и через Изекииля, дается не для того, чтобы напугать, не для того, чтобы рассказать, как будет плохо, а для того, чтобы у людей была возможность обратиться, изменить жизнь. Цель пророчества, задача пророка, чтобы люди исправили свою жизнь, изменили ее. И вот Господь говорит о том, что наступило время, когда это оказалось бесплодным, когда уже вот они мятежные думы, они не слышат. И поэтому уже не будет Бог откладывать эти события, которые он, может быть, откладывал ради тех, кто мог бы покаяться, ради тех, кто мог бы услышать. Вот оказывается, твердо определив времена, события, вину своего народа, Бог, как кажется, все-таки отложил, отодвинул, чтобы еще было время покаяться и спастись. И вот это вот происходит на самом деле с нами постоянно, когда Бог отодвигает, отодвигает бедствие, чтобы еще хоть кто-нибудь мог, успел покаяться и поднять глаза к небу. Но бывают времена, когда он перестает это делать. И тогда ни одно из слов его уже не будет отсрочно. отодвигает. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...